Игровое шоу Кстати, о приятном и полезном, наверное. В 15 веке, оказывается, под влиянием эпохи и идеи Ренессанса в Европе возникла мода, как вы думаете, на что? На женские платья с полностью открытой грудью. Некоторые исследователи считают, что непосредственной виновницей такой вот эпатажной моды была любовница французского короля Карла VII Агнеса Сорель. Крой с открытой грудью сохранился в той или иной степени вплоть аж до 19 века и был запечатлен художниками на множестве портретов дамы из высшего общества. Обнаженная грудь, согласно моральным уставам того времени, была более допустима, чем голые ножки или плечи. Ну, вот такой для вас модный факт. Это я вас подвожу к нашим сегодняшним героиням. Пожелаем и им, и вам удачи. Вы ведь тоже будете отвечать на наши вопросы. Что ж, мы начинаем. Не мой вопрос, наверное, сейчас очень многих мужчин, смотрящих нас по ту сторону телевизора. Почему, да, платье закрыто? Нет, друзья мои. А вот еще бабушки и дедушки говорят, вот сейчас время какое пошло, какие наряды себе барышни позволяют. Вы посмотрите на 15-19 век, там тоже девчонки зажигали. Ну, впрочем, у нас в Самаре много красивых и, я думаю, очень стильных и, самое главное, талантливых барышень. А сегодня две прекрасные представительницы славной профессии, девушек, которые украшают своим внешним видом очень многие мероприятия, модели. Я не знаю, просто умницы, красавицы, светские львицы Марина и Алла здесь с нами. Здравствуйте. Блондинка и брюнетка. Я не знаю, и Яня. Насколько вы похожи, как давно дружите? И вообще, как так получилось, что вы в модельном бизнесе-то работаете, Алла? Ну, в принципе, так получилось, наверное, по воле судьбы. Потому что как-то так вот несло-несло по жизни и занесло. В принципе, это очень хорошо, потому что очень классно заниматься, на самом деле, любимым делом. Особенно, когда тебя окружает очень большое количество красивых девушек, женщин, ну и вообще, в принципе, людей, которые в этой индустрии вертятся, крутятся. Марина, как так случилось, что модельный бизнес засосал и не отпускает? Ну, наверное, это все-таки во мне было в детстве. Из спорта я ушла плавно в модели, чему очень рада. Летящей походкой, видимо, так. Да, именно так. И встреча с Аллой, конечно же. Мне нравится то, что мы дружим и то, что мы вместе работаем. Как вы правильно сказали, Инни и Янь сошлись. Звезды нам благоволят. Слушайте, ну это на самом деле хорошо, когда есть и дружба, и работа. Надеюсь, ни то, ни другое не мешает. Вообще не мешает. Я вообще, я восхищаюсь этим человеком, потому что это действительно луч, который может, в принципе, и помочь мне и по работе, и в жизни, и насмешить. Мы очень много смеемся, я боюсь, что скоро появятся морщины. Это не страшно. Да, я думаю, от смеха они нам не помешают. Сейчас у нас такой все-таки сезон, осень-зима, пограничная. Наверняка уже что-нибудь где-нибудь подглядели. Наверняка были на поволжских сезонах. Расскажите хотя бы пять главных модных трендов этой осени-зимы. Я расскажу об одном модном тренде. А можно перебью? Это губы фиолетового цвета, бордо сейчас на Али. Это один из главных трендов, мне кажется. Впрочем, Марина тоже в этом цвете. И размытый контур на губах. Так, ну так что у нас модно? Что сейчас модно? Вообще, в принципе, очень модные горчичные цвета. Даже они не то, что сейчас модные. Они скоро-скоро, вот прям вот буквально через какой-то короткий промежуток времени, они войдут в моду. И сейчас, вот как раз на поволжских сезонах, у меня модели представляли коллекцию Татьяны Мастеровой, замечательного дизайнера. Она представила коллекцию в таком китайском стиле. То есть, вот именно Азия сейчас, она вот прям очень в тренде будет. Сейчас прям буквально она взорвёт мир. Ого, как неожиданно. Самое главное, я ещё хотела спросить, а русские народные мотивы, стиль а-ля Рьюс, я не знаю, что-то такое сейчас модно? Ну, мне кажется, это, в принципе, всегда было и никогда не умрёт. Да. Марина, что прикупили уже себе модного такого интересного? Вот не успела. Планирую на следующей неделе. Как раз по полной. Да, по полной. По предстоящему сезону. Ну что, ну вот они такие умницы, красавицы, модницы, и ещё при этом женщины-то деловые, девушки активные. Я думаю, что сегодня кто-то из вас будет болеть за блондинку, кто-то за брюнетку. Может быть, за обеих сразу, почему нет. Сегодня наша главная цель – хорошо провести время, выяснить, вообще, девчонки хорошо разбираются в моде, так ли они хорошо помнят какие-то интересные моменты из разных других областей. Но я думаю, что стоит уже начинать, поэтому мы переходим в первый тур. Ну что, мы начинаем наш первый тур. И здесь пока что, может быть, девушкам ничего не понятно, но, тем не менее, так страшно, как может быть, показаться на первый взгляд. У нас есть шесть тем. В каждой из тем заготовлено по десять вопросов. Для вас оглашу сейчас список этот каждый. Выбирая сначала одну отвечает, потом вторая тема идёт. То есть, двадцать вопросов для каждой заготовлено. Ну, я думаю, что пришло время их огласить. Итак, есть тема, как раз-таки вам, модницам, я надеюсь, она по плечу. Называется гардеробная. Что-то там про одежду, может быть, про какие-то аксессуары. Я, может быть, сейчас открою какую-то страшную тайну, но наверняка, ведь разбираетесь в моде. Цвета и цветы. Так называется вторая тема. Тема кухня. Если вы любите готовить, все более-менее разбирайтесь в кулинарии, шедеврах кулинарии, там, каких-то знаковых блюдах. Милости просим. Есть блиц-опрос, очень коротенькие вопросы, такие же коротенькие ответы. И есть тема калейдоскоп. Мне кажется, весьма занят, на этом собраны вопросы из разных областей. То есть, они одной темой никакой не объединены. И есть тема из школьной программы. Я, мне кажется, вы не так давно закончили школу. И поэтому вполне можно справиться. Тема у доски. Вот, собственно, блиц, гардеробная, кухня, цвета и цветы, калейдоскоп у доски. Кто начнет? Ах, мамочки. Неожиданно. Такой темы нет. Я вступаю блондинке. Ну, давайте. Я возьму все. Я, как главное, возьму все на себя. Итак, что выбирает? Так, что там были? Какие первые темы? Блиц, гардеробная, кухня, цвета и цветы, калейдоскоп у доски. А давайте гардеробную. А давайте. Как-то неожиданно сделала свой выбор сейчас Алла. Ну, так пожелаю удачи, Марина. Как только Алла ошибается и называет неправильный ответ, нужно загибать пальчик, чтобы мы не сбились со счета. Представляет потом то же самое провернуть. Поэтому честность – наше лучшее качество. Поехали. Как называется юбка балерины? Пачка. Национальной одеждой мужчин какого народа является юбка килт? Шотландцы. Верно. Какое платье стилисты называют идеальным и незаменимым для любой женщины? Маленькое черное платье. Да. Сутляр. Да. Какой головной убор не надевают, а наматывают? Челму. Верно. Какая часть женской обуви опасна для мужского самолюбия? Каблук? Верно. В одежду какого цвета традиционно одеваются в день Святого Патрика? Ох, а что это за день? Это праздник такой, ирландский, кстати. Наряжаются и идут отмечать. Ирландец. Каким цветом ассоциируется? С красным, с бордовым, с зелёным. Нет, с зелёным. А, с зелёным. Что такое угги? Ну, сапоги такие тёпленькие. Валенки, сапожки, верно. Так называют очень узкую юбку до колена. Карандаш. Верно. Какую обувь делают из войлока? Валенки. А что такое капри? Это удлинённый гольф. Капри. А капри? Это брючки. Ой, это же да, корочные брючки. Эх, я не засчитаю, не засчитаю. Минус один балл, девять баллов зарабатывает. А ещё Ирландию мы не отгадали, поэтому восемь баллов у нас. Всё шли, по-честному, так сказать. Ну вот. Хороший начальник. Вот и вылезла, блондинка. Блондинка не вылезла. Блондинка пока здесь сидит. Марина. Блиц. Гардеробную отметаем, поэтому кухня, цвета и цветы, калейдоскоп у доски. Кухня. Кухня. Ну, так кухня, так кухня. Как же держать себя в форме? Что-нибудь есть? Вообще не есть. Есть. Правильно есть. Правильно есть. Ну, поехали. Правильные вопросы, правильные ответы. Что на кухне убегает от плохой хозяйки? Верно. Сырники. Повара готовят из сыра или творога? Из творога. Верно. Какой корнеплод необходим для приготовления драников? Картошка. Судя по названию, приготовить этот молочный продукт проще простого. Молоко? Коктейль? Нет. Просто кваша. Какой тропический фрукт не советуют использовать для желе, поскольку в нем есть вещества, препятствующие застыванию желатина. Нет желе с таким вкусом вообще нигде. Манго? Нет. Ананас. Как называется пронзительный инструмент для приготовления шашлыка? Шампур. Верно, пронзительный. Какая рыба в праздничные дни надевает шубу? Селедка под шубой. Верно. К рыбе принято подавать белое, а к мясу красное. Что? Вино. Верно. Какая еда сама прыгала в рот ленивому пацаку из Гоголевской ночи перед Рождеством? Вареники. Верно. В какой стране традиционно в пять часов дня устраивают чаепитие? Англия. Верно. Ну так что? У нас тоже восемь баллов. Вы что тут, заговорились? Опа. Так нельзя. Нужно все-таки во втором туре нам выявить лидера, фаворита. Ну что? Придется Алла опять отвечать на вопросы. Либо у доски, либо разложившись удобно на цветах и цветах, собственно. Либо блиц опросов взять, либо калейдоскоп. Блиц, цвета и цветы, калейдоскоп у доски. Давайте цветайте. Ах ты. Ах ты, коварная подруга. Вот так вот все скрывается. Мне место первое сама предложила. Только не надо ругаться. Поехали. Что отмечают голубым цветом на географических картах? Ну, контуры... А, голубым воду, конечно же, господи. Ура! Представителей какой субкультуры называют детьми цветов? Дети цветов. Субкультура. Хиппи. Верно. Какого цвета ноль на доске в казино? Я не игрок. Ну, предположить. Ну, белого, например. Нет? Нет, зеленого. С помощью какого цветка девушки обычно выясняют, любят их или не любят? Ромашка. Верно. С какого цвета начинается радуга? Каждый охотник с красного. Хорошо. Назовите цветочки из песни, которые и спрятались, и паникли. Лютики. А еще и спрятались. Ромашки спрятались, паникли, лютики. Верно. Какой вкусный пищевой продукт добавляют в воду, чтобы цветы в букете стояли долго? Вкусный пищевой продукт долго. Что-то там размешиваются. Я вот знаю про аспирин только. Но он невкусный. Сахар. Сахар. Какой цвет в старину называли червонный? Красный. Верно. Семена каких цветов добавляют в булочки? Кунжут. Семена. Цветов. А, мак. Мак. Верно. Какого цвета бывает тоска, согласно русскому выражению? Тоска. Зеленая. Представительно, сейчас именно в таком цвете прозвучала тоска. Что-то зеленая. Тут прям как название с зеленым цветом. Да, и глаза такие вспыхнули. Ну так что, считаем. Мы не угадали зеленый цвет сукна на нулевом поле. Не отгадали. Все, отгадали. Все, молодцы. Девять баллов набрали в этот раз. Я молодец. Итого у нас восемь плюс девять. Это сколько? Это восемь плюс девять. Это семнадцать. И в суперигру проходит. Алла, на самом деле, Марина придется постараться, потому что семнадцать. Это хорошо. Надо хотя бы восемнадцать заработать. Стараешься. Подсказки. Сильнее старайся. Остались Блиц, остались Калейдоскоп. Наша тема такая разнообразная. И у доски. Давайте у доски попробуем. Прямо вот сто процентов. Хорошо в школе училась? Ну не особо. Сейчас учителя, наверное, увидят и сделают свои выводы каждый. То есть аттестат отберут? Я думаю, что нет. Ну, поехали. Какие лесные растения могут по питательности заменить мясо? Грибы. Верно. Седьмая буква русского алфавита. Пальчики. З. Йо. Йо-йо. А, Е-йо, правильно. Самый большой остров. Самый вообще-вообще большой. Гренландия. Конечно, браво. Славный защитник Руси-матушки. Тридцать три года неподвижно просидевший в избе. Калики-перехожие помогли ему обрести силу богатырскую. Тридцать три года. Кто у нас в избе сидел? Защитник Руси-матушки. Иван. Дурак. Да, тридцать три года сидеть. Вообще ума надо сколько. Может быть. Илья Мурмин. Конечно. Какой город называют Третьим Римом? Ну так, недалеко от нас, кстати. Казань? Нет. Москва. А какое прозвище имел царь Иван Четвертый? Иван Четвертый. Какого мы знаем Ивана из истории? Хотя бы одного мы узнаем. Он был один такой. Был который великий. Грозный. А есть Иван Грозный. Это как в школе вот так подсказывают. Нет, ну в принципе, когда он был Грозный, он был красный, я думаю. По-другому никак, но он все же Грозный. Как звали двух старых... Сейчас уже дело чести, просто до конца уже ответить. Как звали двух сыновей Адама и Евы? Не выглядеть. Каин. Каин. Каин Авель? Да. Назовите автора. Гамлет, король Лир, Магбет и Отелло. Так, Гамлет. Шекспир. Верно. Какую женщину политика называли Железной Леди? Крутится. Господи, как же я... Нет, ее с нами уже не так давно. Елизавета? Железная Леди. Нет, Маргарет Тэтчер. Какой мифологический герой убил Медузу Гаргону? Этот. Да, этот. Он самый... Он самый... Гениальный просто герой. Ну так... Не сдаем, да? Сдаемся? Сдаюсь, забыла. Персей. Точно. Точно. Вот, ну, не грустите, Марина, не грустите. Хорошо ответили на половину вопросов. Тем не менее, не без помощи соседки по парте. Вот практически, да, вот сейчас, если их показать, они очень хорошо сидят. Я вот думаю, наверняка бы они сидели где-нибудь на последней парте и постоянно хихитили. Но, тем не менее, если что спроси, ответят или подскажут. Молодцы, девочки. Что получается? Что у нас с небольшим перевесом, но все же в этом туре побеждает Алла. Марина не отчаивается и забирает у нас билеты в кино, в мультиплекс киномечта. Ну, а что касается второго тура, тут все очень просто. Алла у нас основной игрок. Она остается, отвечает на вопросы, но Марина не уходит. Она остается в качестве такого дополнительного источника вдохновения, я так бы сказала. Может подсказывать, но прямо говорить ответ не нужно. Подмигнуть, я не знаю, там, станцевать как-то, может быть, спеть или просто сказать, Алла, ты не права, я считаю, что ответ другой. Но вот прямо не подсказывать. Надеюсь, все все поняли. Переходим во второй тур. Ну что, второй тур и здесь гораздо все проще, может быть, кому-то покажется. Три вопроса всего, но к вопросам этим сложным есть варианты ответов. Поэтому девушки могут между собой немножко посовещаться, пообслуждать, я не знаю, прислушаться к внутреннему голосу, голосу другу-подруге. Ну, в общем, как-то проявить как раз-таки тот самый коллективный разум. С нами здесь девушки замечательные наши. Я вот как-то даже не знаю, как вот найти правильное слово, как вас правильно представить. Имя, фамилия нужна? Нет, 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 нет. Должность. Ну, как-то да, вот стиль жизни, не знаю, образ жизни. Есть там, допустим, не знаю, модницы, ну, модницы, да, кстати. Тусовщицы? Нет, совсем не тусовщицы. Мы рабочие дамы, мы работаем в фэшн-индустрии. Вот, очень здорово. Трудовая просто-таки невероятная. Сложная профессия, просто руками, ногами, головой. Фэшн-индустрия, вот полный фэшн. Второй тур, три вопроса. Вопрос номер один, Алла, надо собраться и проявить все свои качества так, чтобы прям вот, да, не стыдно было детям показывать. Поехали. Вопрос номер один. Какой город на Волге в течение 20 века сменил аж три названия? И четыре варианта ответов. Самара, Волгоград, Астрахань или Ульяновск? Что думаем по этому поводу? Так, давайте рассуждать логически. Как я ждала, это прекрасно. Давайте, я люблю, когда рассуждают логически, потому что обычно в этом логике вообще нет. Что мы помним о Самаре? Да. У нас, значит, Самара, Куйбышев, а в 20 веке, да? То есть весь 1901, 1999. Ну и в принципе до Куйбышева-то что было? Ничего. Было что-то, я думаю. Сейчас у нас историк. Оле? Оле было, да. Так, дальше, значит, Ульяновск. Да, Ульяновск. Что мы знаем про Ульяновск? Что мы знаем про Ульяновск? Я ничего не знаю. Ульяновск? Я знаю, что переименовывался город. А вот сколько раз... Мне кажется, что все-таки это Ульяновск вообще. А, Волгоград и Астрахань нет? Нет, не нравится? Вот Астрахань... Вот какие мы знаем еще названия Волгограда, например? Легендарные всякие, даже военные операции с ним связаны. Да, вот это я знаю. Но не помню. Но не помню. Я, в принципе, как бы догадывалась. Что ты думаешь по этому поводу? Товарищ, друг, дружище. Ну, исходя из твоих логических размышлений, это либо Самара, либо Ульяновск? Вот интуиция, мне кажется, что Ульяновск. Да. Вот как-то... А на чем основном? Приходилось бывать в Ульяновске хоть раз? Проездом. Ну и как? Дороги плохие. Пауза такая у нас здесь промолчали. У нас все хорошо в городе, замечательно. Но все же, тем не менее, еще раз задаю вопрос, и нужно прям дать очень уверенный ответ. Какой город на Волге в течение 20 века сменил три названия? Самара, Волгоград, Астрахань или Ульяновск? Да не то слово прям. Столько будет за город, если... Ульяновск! Итак, Ульяновск, да? Да. Нет. 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 Царица позже Сталинград, а позже Волгоград. Будем знать. Будем знать. Собственно, ради этого мы здесь и собрались, чтобы потом где-нибудь блеснуть. Приятной кампании. Блесну, поехали. Вопрос номер два. Сказки Эдуарда Успенского про простоквашину знаем. Знаем. Почтальона Печкина знаем. Знаем. Нравится? Вполне. Ну, неплохой мужичок. Неплохой. Ответственный очень такой, прям старательный, дотошный. Ну так не об этом речь. Как в сказке Эдуарда Успенского звали почтальона Печкина? А его звали там, да, по имени, отчеству. А я даже читала об этом. Я тоже читала. Ну, тут четыре варианта ответов. Может быть, где-нибудь что-нибудь да отложилось. Юрий Михайлович, Игорь Сергеевич, Василий Иванович или Игорь Иванович? Василий Иванович, что это такое? Мне кажется, Василий Иванович, это просто такой человек-человек. Чапаев, как минимум. Вот как-то тянет меня все на четвертые ответы. Ну так вот. Как в сказке Эдуарда Успенского звали почтальона Печкина? Игорь Иванович, Василий Иванович, Игорь Сергеевич или Юрий Михайлович? Что-то вот там мама мальчика говорила. Да-да-да. Иванович или Сергеевич или Михайлович? Я просто Михайлович. Михайлович. Он один тут, Юрий Михайлович. А Ивановичей аж два. Вот как-то мне легло это опять. Василий Иванович или Игорь Иванович? Нет, Юрий... Юрий Михайлович? Как мэр Москвы? Михайлович, да. Да, меня вот как-то потянуло меня на Михайловича. Игорь Михайлович, и как давно это получается? Тенденция? Ну так что? Игорь Иванович, Василий Иванович, Игорь Сергеевич или Юрий Михайлович? Давай четвертый, да? Михайлович. Давай пять. Михайлович, да? Да, четвертый вариант. Четвертый вариант. Там сто процентов. Да. На самом деле Игорь Иванович. Дорогой вы наш Игорь Иванович! Мы можем уходить в студию? Подождите. Еще нет. Третий вопрос. Какого значения нет, вообще не было никогда у слова бабки? Знаем такое слово бабки? Бабки. Бабки. У каждого своя ассоциация, но все же. Деньги. Вид игры. Бабки. Сустав лошади. Бабки. Бабка. Не знаю. Деталь двигателя. Бабка тоже есть. Бабки. Отметаем, может быть, что-нибудь из этого списка? Так, вопрос еще раз. Такого значения нет. Нет. Бабки. То есть здесь три есть, а одного нет. Деньги. Вид игры. Сустав лошади или детали двигателя. Так, ну, бабки, деньги есть. Так, поехали, хорошо. Правильный дорогой. Сустав лошади. Бабки. Возможно. Бабка. Или бабки. Тут можно исполнять по-разному. Деталь двигателя. Что там у тебя? Да бабка барахлит. Что-то я не слышал такого. Нет, ну, может быть, у таких закоренялых водителей-то есть такого. У кого-то бабка барахлит, и они стесняют. Так, и еще у нас там было... Вид игры. Вид игры. Да. Бабки, по-моему, вид игры тоже есть. Так. То есть мы деньги и вид игры прямо вот уже железно отметаем. Я думаю, да. Остается либо сустав лошади, либо деталь двигателя. Кажется, сустав лошади. То есть не может быть сустава лошади. Ну, это мое мнение. Приходилось ли смотреть на суставы лошади? Сложный вопрос, но все же мало ли. У всех разная жизненная ситуация. То есть на лошадях не катались, профессионально не занимались? Катались. Ну, профессионально нет. То есть, если что, в следующий раз, когда пойдете кататься, «Ах, вот у тебя где бабка!» Ну, так, если что. Да, застанем ее врасплох. Так, бабку лошади, да. Так, лошадь-двигатель. Та-дам, та-дам. Надо отвечать. Если я отвечу, что ты про машину. Лошадь. То есть вы считаете, что слову «бабки» нет значения сустав лошади, но есть значение деталь двигателя? Я не знаю. Ну, да. То есть мы отвечаем, что сустав лошади не может быть бабкой. Кошмар, я это говорю, да, вслух. Ужасно звучит, но все же двигатель или сустав? Надо подумать. А вы нам мигнете? Да я уже обмигалась, если честно. Мне кажется, уже по-всякому. Сережкой в сторону. Да, на нужный ответ. Понимаете, лежит этот плакат практически развернуло. Ну, так еще раз вопрос. Какого значения нет у слова «бабки»? Сустав лошади или деталь двигателя? Двигателя. Деталь двигателя, да? Ну, смотрите. Игра в «бабки», старинная народная игра, есть такая. Значит, бабки, деньги, вы знаете, да? Но все же эти бабки различают по длине, толщине, наклону к горизонту и сухости. И это первая фаланга пальца. Состоит из путовой кости, сухожилий, сгибателей, разгибателей пальца. Играет роль пружинищего механизма у лошади. Ну, ура! Есть у нас один правильный ответ. Мы сейчас отправляемся в суперигру. Это значит, что девчонки молодцы и смогут забрать некоторые наши очень приятные призы. Поехали! Ну, я думаю, теперь и вы, дорогие наши зрители, теперь, подойдя к лошади, будете внимательно разглядывать, где там у нее бабка. Тем не менее, девчонки молодцы, очень с юмором подошли к нашим вопросам и к ответам. И сейчас есть у нас одна единственная попытка выяснить, где же спрятаны наши суперпризы. Это замечательные билеты в кино и сертификат в салон красоты. Что ж, я думаю, время пришло. Минутка остается. Отвечаю. От одного до шести. Где-то за одним из этих полей спрятаны суперпризы. Что? Отвечаем. Какую цифру? Алла. Что ты делаешь, Алла? От одного до шести, да? Да. Четыре. Четыре. И все прям окончательно. Я даже не знаю, где спрятана. Я поэтому просто спрятана. Тоже не знаю. Ну, четыре. Неудивительно. Марина, у меня какие-то есть варианты? Нет. Положусь на блондинку. Надо. Как это звучит сейчас? Ну, да ладно. Итак, от одного до шести мы открываем цифру четыре. Четыре. Давайте посмотрим, что у нас за цифры четыре. Ах, как неожиданно, но все же. За цифры четыре, да, действительно, скрывались наши призы. Видите, что за другими полями ничего нет. Ну, блондинка и брюнетка сегодня заработали. Хоть где-то я угадала. Хоть где-то я заработала. Ну, в общем, вот они такие замечательные, веселые, забавные. Я надеюсь, вам понравилось. И в очередной раз вам говорю, напоминаю, что вы тоже можете очутиться здесь, в нашей студии и испытать на прочность свои знания. А потом уже, чтобы не было стыдно их показывать на всю Самарскую губернию. В общем, спасибо, что были с нами. Девочки, вам отдельно. Спасибо. Ну, а вам, дорогие друзья, хорошего настроения. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин